Раз-раз-раз, доброе утро всем, поставьте плечики, как слышно. Давайте по-боевому в темпе. Понедельник, в последней неделе каталога начинается. Осталось всего 6 дней и закончится каталог, будут подведены итоги и будет ли результат такой, как вы хотите. Вот что очень важно. Давайте с вами знакомиться. Ребят, меня зовут Лилия Донскова. Я одна из организаторов интернет-проекта «Карьера онлайн». И сегодня с вами прям по-быстренькому разберем, что же важно в нашем проекте и что вы уже делаете, а над чем нужно еще поработать. Давайте начнем с того, что по приветствию наших шикарных новичков, которые пришли у нас за 2 недели. А новичков у нас пришло довольно-таки много. Сейчас я вам покажу отчет, что у нас произошло, а вы можете делать выводы. То есть мы за вторую неделю каталога буквально удвоились практически. Стало почти 15-600 тысяч баллов. «Велнос» у нас почти 1200. По новичкам 107 человек за 2 недели к нам пришли. Ну, Катюш, не ого мы растем. Мы можем лучше. Я знаю, были времена, когда мы более активно рекрутировали. У нас было 400 человек за каталог, а сейчас 107. То есть, да, есть чем сравнивать. Но по сравнению с прошлым каталогом номер 1, да, конечно же, это круче, потому что за 4 недели у нас было меньше людей, чем сейчас за 2. Поэтому вы молодцы, огромные. И я рада, я прям вижу, как пошел рост, такая движуха. И я, конечно, думаю, что еще играет роль огромную две вещи. Первая – это Болгария. Многие смотивировались полететь в этом году бесплатно в путешествия. Кто этот человек, признавайтесь, поставьте в чате пятерочки. И второй момент – это марафон рекрутинга, который, да, организовал Михаил Булавцев для команды. И он тоже классно выстрелил, но жалко, что не все включились. То есть, да, наверное, что-то страхи, какие-то неуверенности все-таки имеют место быть. Так, Любовь, Татьяна, классно. В результате 28 человек стали рекрутами. 8 человек кюрекрутами. То есть, это кому-то пошли в копилочку на Болгарию, реактивировали 22 человека. Что значит реактивировали? Это те люди, которые у нас уснули, бросили что-то, да, забыли за праздники, что есть у них Арифлейм. А вы им напомнили, рассказали, что сейчас много новинок классных, и вы их вернули к жизни. Активность на сегодняшний день 55%. Много это или мало, я не знаю. Но ниже 72%, если команда падает, то это значит, команда не растет, стоит на месте. А если больше, там 72 и больше, значит движуха есть в команде. То есть, нам с вами еще нужно за эту неделю активность поднять на 20%. В первом столбике это то, что было за первую неделю. Я специально вам так сделала, чтобы вы сравнивали, какой у нас идет прирост, да, где мы сильные, где, может быть, немножечко можем лучше и так далее. Теперь расскажите вы, как у вас прошла вторая неделя, то есть, вот за две недели работы, на сколько процентов выполнен ваш план на каталог, который вы себе поставили. Я понимаю, что для новичков эти вопросы пока что совсем непонятны, но, тем не менее, да, надо учиться ставить планы, думать, как сделать, как быть эффективными и так далее. Так, Катя развивает 10 аккаунтов. Какой результат в процентном соотношении? Вот какой ты план ставила на каталог и какой получил сейчас? Все пишем, ребят, на сколько процентов выполнен ваш план. Если план ставили, конечно. Если вы его не ставили, то понятно, что вы и не… Нет, Анюш, я понимаю, что ты не ставишь проценты. Ну, например, ты поставила план себе прирастить товарооборот команды на 500 баллов. А сейчас получается, что, да, идет, то есть, было 1000 баллов, надо 1500. На сегодняшний момент 1000. Это значит, ты выполнила 60% от плана, 62 примерно. То есть, да, план выполняется. Если вы ставили себе прирастить товарооборот команды на 300 баллов, то есть, было 300, и вы решили удвоиться, то есть, да, в два раза. И если сейчас уже прошло, две части вы уже прошли, осталось третье. Вы сделали, например, 500. То есть, значит, вы уже практически план выполнили, да, он уже на 90% выполнен. Что можно сделать на третьей неделе? Вот это очень важно. То есть, да, важно в бизнесе делать не рывками, не в последний день выкладываться. Если вы будете делать все системно и каждый день, то это будет круто. Вот, например, у меня по плану стоит 10 звонков каждый день. Кто-то скажет, всего 10 звонков, да это же фигня. Ребят, ну эти 10 звонков у меня занимают 2 часа времени. Потому что кому-то не дозваниваюсь, кого-то жду, кому-то дозвонилась, просит перенести встречу. А если я дозвонилась, то я с одним человеком могу 15 минут говорить. То есть, да, мне надо узнать, как дела у человека, почему он не начал учиться, активничать. Поэтому, кажется, 10 звонков, фу, какая мелочь. Но на самом деле это не мелочь, это очень большой труд. Поэтому, если делать каждый день по 10 звонков, то это реально. А если сказать, я буду весь каталог ничего не делать, а потом в конце каталога, да, я 210 звонков сразу сделаю. Ребят, ну это же нереально, правильно? 210 звонков за один день. Если каждый звонок занимает минимум 5-7-10 минут, это в лучшем случае. 50% что можно сделать, Татьяна, чтобы сделать рывок, да, какой-то, да, вот что можно по-умному. Включить надо голову и по-умному. Как можно сейчас провести работу качественно, кого подтянуть, там, кто у тебя шаги проходит, но не сделал заказ. Кто был на 6%, съехал почему-то на 3. Да, в чем проблема? То есть нужно поковыряться, сделать анализ. Анализ. Основные показатели, которые вас должны интересовать. Личный заказ. Но это, да, как отчина, нужно стремиться вот эту циферку делать легко. Это в баллах. Если вы поставили себе план по команде, да, на 9%, это вот я расписала команду 9%, то, да, по идее план должен быть за 2 недели сделан 600 баллов. 600 баллов. Прикольно, да, сделали. Себе тут пишите, что по факту сделан, например, 630. Выполнен план? Конечно, да, осталось в третьей неделе всего 270 баллов доделать. Личных регистраций планировали 12-15. Пишите, сколько сделали? Например, 5. Опа, да, а что такое? А почему? То есть как, на основании чего вы анализ будете делать? Или, например, план стоит 150 баллов, я сделала 60. Ну, я прошу прощения за каракули. Почему 60? А где я за последнюю неделю доберу остальные 90? Почему бы не в начале каталога это сделать? Когда вся продукция есть на складе, да, когда есть такая движуха, а не в последний день, надрываясь, побежать куда-то, не знаю, куда и искать эти 90 баллов. Когда можно потихонечку, полигонечку встретиться с одной подружкой, там, с сестренкой, с тетей, с крестной, там, с кем-то, да, повстречаться, к соседке заглянуть. Но не в последний день, потому что последний день, это, как говорится, да, всегда провальный. Если вы и выложитесь, то потом вы будете неделю приходить в себя. То есть следующий каталог у вас будет первая неделя никакая, потому что вы будете восполнять энергию, потерянную в последний день, когда вы выкладывались. Дальше, регистрация по группе, планировали 25-30, сделали, например, 12. Опа, что такое, а почему? А что не происходит? Ну, во-первых, сами не доделали, да? Во-вторых, смотрим, а на кого вы рассчитывали, кто должен был вот этот объем сделать? Ну, отнимаем ваших, допустим, 12, а кто остальные 13 должен делать? Есть ли у вас вот эти вот люди, вот эти вот ключевые партнеры, с кем вы ставите планы по действиям? У кого есть ключевая команда, ребят? Поставьте, сколько человек у вас ключиков. То есть у вас вот этот планчик должен быть всегда перед глазами. Ключики – это те люди, которые каждый день рекрутируют по одному человеку. Они легко делают 150 баллов, да? Это план, который нам ставит компания. И это человек, который постоянно учится, уже учит других, да? Задает вопросы интересные и так далее. То есть вот этот ключевой партнер, у кого есть такие ключевые партнеры, которые прямо вот в теме работают каждый день, настраивают систему рекрутирования. И даже если не получается каждый день одна регистрация, но они работают в этом направлении ежедневно. Потому что бывает такое, что не сразу раскрутишь, да, свою команду раскачаешь. Дальше, да, вот эти все показатели должны быть у вас расписаны. И теперь смотрим. Если вы планируете себе выйти на новый уровень, например, да, вы сейчас на 3%. Ребята, у вас должен быть минимум 1 ключевой. Если вы на 12, на 12, то у вас должно быть 7 минимум ключевых. 1 полноценный, да? А ты на 9%, а у тебя должно быть 5-7. Сможешь ли ты взять новую ступеньку 12% скажи? Татьяна, тебе вопрос. Катя Бахаева, какой план ставила на каталог по товарообороту? Катя Бахаева, у тебя должно быть 10-15, потому что ты на 15% выходил, а? И если ты хочешь двигаться дальше, то вот этот показатель, он ключевой. Если ты собрала всего 3 ключевых, то твой уровень 3-5%, да, вообще, по идее. Потому что в сезон ты будешь взлетать, может быть, опять до пятнашки, в не сезон ты будешь скатываться на 12-9, а может, даже и на 6. Тебя устраивает такой расклад? Поэтому, ребят, когда вы работаете, ваш фокус должен на чем стоять? Первое. На действиях. Научиться делать действия. Прям запишите себе. Катя, Оля, да, Ирина, все запишите. Первое. Фокус держим на действиях. А на чем вы держите фокус? Обычно на результате. И когда нет результата, вы огорчаетесь. А теперь скажите, а разве может быть результат мгновенный? Сразу. Нет, он не может быть мгновенным. Поэтому вам нужно сначала научиться делать правильные действия в достаточном количестве. и результат придет автоматом. Он сам на вас обрушится просто, как, я не знаю, как салют. Неожиданно, да, взлетает вверх, взрывается, и на вас падают эти светлячки с неба. При условии, что вы научились делать действия. На чем вы фокусируетесь? Расскажите мне. Кто фокусируется на действиях, а кто на результате? Вы можете, да, даже себе такую сделать проверочку. Вот вы сделали что-то, да, целый день. Вы сидели за компьютером. Вечером вы что делаете? Как вы подводите результат дня? Кто-то пишет, я молодец, я научилась сегодня проводить собеседование. Я сегодня научилась проводить вводный инструктаж. Я сегодня научилась регистрировать. Я сегодня научилась этому, тому. Я узнала, что такое международное спонсирование. Я сегодня отработала возражение, да, я не победила, а я показала человеку, что может быть по-другому, и он принял мою точку зрения. А кто-то садится в конце дня и говорит, тьфу ты, ну ты, целый день сидела, ничего не заработала, денег нет, люди ничего не делают, я их рекрутирую, рекрутирую, толку нет. Вот скажите, вы как завершаете свой день? У вас фокус на действиях, на новизне, чему вы научились, какой получили опыт, навыки или на результате? Только честно, давайте единичку ставят, кто на действиях, двоечку, кто на результате. Аж двенадцать. Давайте один или два. И действие результат. Наташа, на результате. Окей, откуда он может взяться, результат? Вот попробуйте, сместите сегодня, вот поставьте себе план дня, чему научиться, что сделать, а вечером сядьте и подведите итог, не так, как вы обычно это делали раньше. А ваша задача найти три, три минимум положительных момента, чему вы научились в течение дня. Какое смещение у вас происходит, ребят, потому что невозможно, если вы никогда в жизни не сидели на шпагате, да, у вас нет совершенно растяжки, никогда в жизни вы за один день не сядете на шпагат, не навредив. Вот, то есть в начале, в начале, когда вы только начинаете, когда вы собираете свою ключевую команду, у вас фокус должен быть на действиях, как я делаю, чему мне надо научиться, где отточить мастерство, что я еще не умею, а где у меня пробел, который нужно заполнить. Потому что бизнес, он похож на пазлы. Если вы с ребенком, да, или сами когда-нибудь собирали пазлы, то вы можете вспомнить то, что вы не соберете никогда пазлы, да, просто так. То есть вам нужно подбирать один элемент, другой, третий, да, подбирать. И только когда вы все, все элементы соберете правильно, у вас получится целостная картина. А вы пытаетесь, да, просто их свалив в кучу, разглядеть картину, а картины нет. Потому что пока у вас, да, пока вы не научитесь получать удовольствие от действий и искать повод себя похвалить каждый день, да, вот это поиск ключика, научиться что-то делать, запомнить это, сделать себе какие-то вещи полезные, то, чтобы у вас все было под рукой, ссылки, шаблончики. Потому что я замечаю, что многие люди даже на каком-то высоком уровне уже, на девяточке, на двенашке, задают вопросы уровня новичка. Это пробел. Ребята, у вас не будет результата, пока вы не заполните пробелы. Пока вы относитесь халатно к своему обучению, к развитию, пока вы ходите, да, придумываете себе всякие отмазки, отговорки, как не делать, а может быть прокатит, да, ну и так сойдет. Пока вы будете вот на этом уровне действовать, у вас движухи не будет. Не обижайтесь, пожалуйста, да, не на кого обижаться, просто любое дело начинается с того, что вы должны заложить фундамент. Если фундамента нет, то у вас не будет строиться здание. И даже если вы его и построите, и вдруг каким-то образом вы взлетите на уровень какой-то там высокий, даже директора, ребят, все развалится. Потому что если нет фундамента, дом смоет первый же ливень. Согласны? Не строите замков на песке. Вот так вот подвела итог. Поэтому вот эту картинку, почему вам долблю каждую планерку, чтобы вы ее себе запечатлели, можете себе скриночек прям сделать, вырезать, скопировать, как угодно, переписать вручную. Но если у вас вот этого нет, то движухи дальше не будет. Честное пионерское слово. Сделали? Поехали дальше. Надеюсь, вы меня услышали. И новичков это тоже касается. Сейчас мы в двух словах проговорим еще раз про конференцию в Болгарию. Ребят, она будет скоро. Квалификация идет уже в этом каталоге. Если вы в этом каталоге не сделаете старт, то в следующем уже нечего будет пыжиться даже. Потому что план для всех уже начинается с этого каталога. И он четкий и конкретный. Как он выглядит, этот план? Если вы сейчас новичок от 0 до 6%, то вам нужно выйти на уровень 18% и держать его 4 каталога. Считайте, со 2 по 9 8 всего каталогов на квалификацию уходят. Уже второй у нас заканчивается, третья неделя началась. В субботу будет подведен итог. Если вы вот этого не сделаете, вот этого результата, минимум 2 кюшки, и не приблизитесь к цели 18%, то есть надо подняться хотя бы на 6 или на 9%, потому что уже, так, сейчас скажу, второй, третий, четвертый, пятый, в шестом каталоге 2017 года, то есть через 3 месяца, вы уже должны быть на уровне 18%. Уже, ребят, закрыть шестой каталог с результатом 18%. Если же вы на 9% стартовали, то вам уже надо в шестом открыть 22%, быть старшим менеджером и держать 4 каталога. Круто? Кто сказал, что это нереально? Нереально – это не факт, это просто чье-то мнение. Была такая реклама замечательная. Поэтому, если вы решили, что вы сделаете, то идите и делайте. Но не надо по минимуму прям, да, это прям вот план минимум, чтобы карабкаться, карабкаться, выкладывайтесь по максимуму. Потому что уже в шестом каталоге, да, вот тут я поставлю циферку 6, в шестом каталоге, вот до уровня 15%, кто у нас стартовал, уже нужно сделать вот эти результаты. Кто с 12 стартовал, а с 9 старшим менеджером, кто с 0 на 18%. Что здесь непонятного, скажите? И смотрите, план минимум у всех 2, кюрекрута, да, одинаковый. А, в исходе, да, по факту, по завершению этих 8 каталогов суммарно по команде у вас должны быть разные цифры. 30, 40, 50, 60. У каждого в зависимости от уровня. Если же вы стартовали с уровня старший менеджер, у нас есть, да, такие люди, кто стартовал с уровня старший менеджер, вам нужно уже в 4 каталоге быть на этом уровне, да, или вернуть его, или держать, или закрывать уже звание директора. То есть, на ваше усмотрение, 90 кюрекрутов. Ребят, много это или мало? Ну, нехило, я могу сказать. Ну, это реально, 90 кюрекрутов за 8 каталогов. То есть, это примерно 11-12 человек в каталог, которые пройдут первый шаг стартовой программы. Только представьте, что у вас каждый каталог будет прирост баллов на 1100, как минимум, да. Каждая кюшечка дает 100 баллов. Вот и посчитайте, а сколько вы денег заработаете? Да, кто-то думает, что только в одну сторону мыслит выйти, выйти, выйти на Болгарию, а вы посчитайте, сколько вы денег при этом заработаете. Кто считал, вот примерно, пока вы выполняете эту квалификацию, сколько денежек вы накопите у себя на счету? Мне кажется, никто, да, не считал. Потому что уперлись все. Болгария, Болгария, Болгария. Ребята, да вы посмотрите, сколько дополнительных выгод вы еще получите. В финансовом даже эквиваленте, да, это такая приличная сумма. Даже вот даже считать, если 18% у нас зарабатывает за 3 недели, примерно 12000. Вот посчитайте, 4 раза по 12, это уже 48000 только за 4 каталога. А еще на 6%, на 9, на 15, то есть пока вы еще 4 каталога будете двигаться к 18, вы там еще примерно 1020 заработаете. А суммарно за 8 каталогов вы заработаете где-то 60-70 тысяч. Я считаю, что это неплохо, как дополнительный доход. А еще и путевку получите. И полетите в Болгарию совершенно бесплатно. Вам нужно будет только добраться до филиала. А кто уже живет в филиале, так вам и добираться никуда не надо, только до аэропорта. Поэтому думайте сами, решайте сами, легко это или сложно, да, выбор за вами. Но я знаю, что 6000 человек компания запланировала встретить в Болгарии. 6000 человек. Будете вы там или нет, я не знаю. Время покажет. И план минимум по кюрекрутам у нас сейчас выполнили пока Бутяйкина Любовь и Григорьева Наталья. И вам аплодисменты. Но не обольщайтесь, да. План минимум – это не значит, что вы сделаете все до конца. Делайте больше. Всегда делайте на один хотя бы больше, чем запланировали. На один шажочек. И увидите, какое будет чувство удовлетворения, да, огромное. И расширение во все стороны. Правила трех П надо выполнять. Ребят, ничего сложного нет. Согласитесь, научиться пользоваться продукцией, изучить ее, познакомиться. И знакомить с ней своих близких. Второе. Научиться приводить людей навстречу к спонсору. Тоже думаю, ничего сложного. Посидеть, поковыряться, со спонсором пообщаться и начать создавать поток людей. Посещать мероприятия. Ребят, почему на планерке 16 человек? Если у нас ключевая команда, только 30 с лишним человек. Я понимаю, что кто-то работает. Но есть же сейчас люди из вашей команды, которые дома, которые не на работе. Почему они не на планерке? Объясните мне. Потому что, ребят, есть такое выражение. Если ты прочитаешь все книги, которые у нас в седьмом уроке в бизнес-школе, ты будешь зарабатывать от 200 тысяч. Ребят, сколько вы книг из списка прочитали? Есть люди, я уверена, здесь в чате, которые даже бизнес-трафарет не прочитали. 10 уроков на салфетках не осилили. Я уже не говорю про такие книги, как «Богатый папа», «Бедный папа», «Думы и богатей», «Квадрант денежного потока» и так далее. Этих книг бесконечное множество. Скажите мне честно, сколько книг из списка вы уже осилили? Жду обратной связи. Ребят, я вас не ругаю. Может быть, вам сейчас показалось, что я ругаюсь на вас. Я вам просто говорю, как есть. Если вы пришли сюда играть, просто хобби, это одно дело. Но если вы заявили, что вы хотите быть директором, хотите быть лидером бизнес-команды, то вы не доделываете. И я вам просто показываю, а да, акценты на чем расставить. Две книги, менеджер 12% прочитала две книги из списка. Три книги. И новичок 3% уже две прочитал, уже читает третью. Ребят, ну подумайте, как вы будете зарабатывать деньги, если вы не занимаетесь даже элементарно личностным развитием, личностным ростом. Мне очень нравится Альбина Хафизова. Это лидер очень крупного полета, очень известная в Арифейм. Не помню звание, то ли исполнительный директор, то ли какой-то из самых высоких бриллиантовых. У нее есть выражение такое, да, я его просто обожаю. Она на своих семинарах говорит, ребята, если вы в голову не положите, вы из кармана не достанете. Вы понимаете, что размер кошелька напрямую зависит с уровнем вашего развития. Если вы сейчас не зарабатываете, да, те 200 тысяч, 300, 500, о которых вы мечтаете, то делай только в одном видео, правильно, Танюш, но книги, книги – это кладезь. Понимаешь, одно дело, когда ты смотришь видео, другое дело, когда ты перевариваешь книгу с карандашом, сидишь, подчеркиваешь, читаешь, делаешь пометки для себя. Поэтому, да, видео – это еще дополнительно, но сейчас мы говорим конкретно про книги. И этот список в седьмом дне в школе бизнеса открывайте и одну за другой глотайте, пейте эти книги, перерабатывайте, что понравилось, перечитывайте. Тогда будет движуха. А вот это, кто не посещает, я восхищаюсь этими людьми. Это такие мечтатели, которые мечтают, что они станут директорами, да, но ничего для этого делать не будут. А они так и останутся мечтателями. Если вы хотите жить в реальном мире и реально за свою жизнь пережить эти приключения, о которых вы мечтаете, то есть жить так, как вы хотите, покупать то, что вы хотите. Ребят, ну, делать все, что вы хотите, тут для этого надо пахать. Это редкостные люди, на которых просто сваливается все на голову без усилий. Я таких лично вот я не встречала. Может быть, они и есть, но я таких не встречала. Чтобы что-то получить, надо что-то делать, менять. Да, ты хочешь быть себе начальником, но при этом ты не можешь элементарно заставить себя рекрутировать одного человека в день, да, сделать аккаунты красиво оформить, вникнуть в тему, как это сделать, как, да, как делать лучше. Работа над собой, выйти, стать спикером, начать, да, движуху. Ребят, простите меня, пожалуйста, но это ваш выбор. Это ваша жизнь. И вы будете, да, делать отчет каждый год в Новый год. Вот, когда вы поднимаете фужер шампанского, а что я сделала за этот год, а где я побывала, а что я уже пережила, а какие у меня, да, вот, что я сделала для своей семьи, для своих близких, для мира в целом. И посмотрите списочек. Если он вас радует, то вы крутышка. Если вы, да, с кислой мордой на него смотрите и говорите, блин, вообще опять год прошел, а я опять ничего, я в полной же. Ребят, тогда надо точно что-то сделать. Если вам кажется, что что-то идет не так, вам не кажется. Вам точно не кажется. Берите и делайте. Здесь нет ничего сложного. Вам не надо убивать людей, вам не надо их обманывать, вам не надо воровать, грабить, втюхивать херню какую-то, да, которую многие люди делают. Чистый, красивый, элегантный бизнес. Без капиталовложений. Четко, понятно, есть система работы. Берите, делайте. Не берете, значит, вам надо идти на работу и работать на дядю. Если вы не хотите делать эти действия, то ваш путь – это наемный труд. И это правда. Если вы не хотите этого себе признавать, то придется, в конце концов, потому что пройдет месяц, два, три, и если не будет результата, то ваша семья вам скажет, что-то какая-то фигня, чем ты там занимаешься, денег нет, только вкладываешь, тащишь эту продукцию домой. То есть, да, люди будут фокусироваться и тянуть одеяло на то, что все плохо. А в чем причина? Не бизнес плохой, не продукция плохая, потому что, да, мы все работаем с одними и теми же инструментами. Может быть, да, может быть, недостаточно действий, осознанности. Не напрягаемся, да, думаем, сейчас спонсор все сделает, и все будет круто. Спонсор-то может сделать, но результата-то не будет у вас лично. Такого удовлетворения и победы, ощущения победы, которая будет вас окрылять, омолаживать, давать кучу энергии. Вот этого не будет. У спонсора, да, у него все будет круто, потому что, да, он выкладывается, он каждый вечер садится и говорит, вау, вот это я монстр, сколько я всего сделала. А у вас что будет? Пропускаю эту там личку. Я сегодня не буду с вами говорить по методам работы. Ребят, сядьте, разберитесь, какой метод вам импонирует. Залезьте в YouTube, пролазите все ролики, касаемые этого метода и научитесь, научитесь рекрутировать. Не важно где, работаете ли вы на досках, с Резине, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, с Юлой, там, со знакомыми, друг вокруг, в Инстаграме. Ребят, ну если вы работаете, но у вас нет одной регистрации в день, то вы не работаете. Я могу понять новичка, который только-только настраивает там систему, аккаунты создает, у него все раскручивается. Да, у новичка, может быть, одна регистрация придет первая через 2-3 недели, пока он раскачается. И если мы работаем со списком знакомых, со списком, то регистрация придет в первый же день, ребят, и это факт. Поэтому учите новичков рекрутировать. Он сам, может быть, что-то недопоймет вначале, не сориентируется. С каждым созванивайте скайп и проверяйте, что он делает, как настроены у него аккаунты, какая у него фотка на аватарке, что он пишет, какие у него статусы, чем наполнена лента. Проверяйте все фотки, какие надо удалить, почистить, все репосты удаляете. То есть это ваша работа воспитать себе ключевого партнера. И ключевой партнер воспитывается с разных сторон. И оттачивание вот этих действий, правильных мастерства, хотя бы на примере одной странички, вы должны с ним проработать. И даже если это займет час вашего времени, два, оно того стоит. Если вы научите человека делать правильно, отточите мастерство и дадите конкретное задание, что теперь сам все странички по образу и подобию делаешь. Договорились? Договорились. Потом просто проверяете. Ребята, это реально сделать? Воспитать себе в команде лидера. Посидеть с ним, поковыряться, разъяснить что да как, помочь. Потому что если вы просто устроили гонку за тем, что я, я, я рекрутирую, это круто. Вы рекрутируете, молодцы. Научите людей делать то же самое. Двигаемся дальше. Чего у меня сегодня такие тихенькие? Новости. Все новости у нас, ребят, в личном кабинете. Рассказывать не буду. Долго, да. Весело. Конечно, я обожаю эти новости. У нас сейчас распродажа обалденная. У нас сейчас идет вот эта вот акция «Зажги пламя успеха». У нас идет «Забираем подарки по акции выгоды в кубе». То есть, да, очень много всего интересного. Все это есть там, в личном кабинете. Учитесь им пользоваться, чтобы вы легко могли находить любую информацию. Далее. Вот это, ребят, это для вас. Кто хоть раз в жизни поднимался по ступенькам на девятый этаж? Поставьте плюсики в чате. Кто хоть раз в жизни заходил в многоэтажный дом, ну, хотя бы на пятый этаж, пешком? Кто поднимался? Как оно? Вначале вы идете вам легко, где-то с третьего этажа уже немножечко тяжелее, на пятом еще тяжелее, на шестом еще, на седьмом вы уже задыхаетесь, на девятом вы падаете в обморок, да, от усталости. Ребят, вот я вам могу сказать, что в «Орифлейм» все наоборот. Вот тут вот, на первых этажах, тяжело. Вот тут вот, пока вы учитесь, осваиваете до уровня «Директор», тяжело. Вы прям нереально пахтите, вам все тяжело дается, вы прям готовы бросить. И каждое мнение, оно вас беспокоит, да, избивает с пути истинного, и вы руки постоянно бросаете под поезд. Все плохо, да? Вот тут тяжело. Зато, ребят, вот тут дальше все идет на одном дыхании. Вот если вы раскочегаритесь тут и научитесь делать все круто, то на верхней этаже вы взлетите с удовольствием, легко. Это будет с таким идти кайфом. И еще и с такой финансовой классной подушечкой. Потому что здесь уже с уровня «Директор» вам уже никто не скажет, что этот бизнес не работает, что все это фигня. Вы им просто покажете свою распечатку, да, налоговую декларацию, например, где у вас там доход за год, ну, пусть даже 500 тысяч. Ну, раскидайте 500 тысяч на 12 месяцев. Ребят, много ли у вас знакомых в месяц зарабатывают 45 тысяч? Я думаю, что немного. Сейчас в наше время, да, очень мало людей, которые зарабатывают тысяч 40-50, и при этом у них свободный график, они кайфуют, у них еще путевки дают, на банкеты их зовут. Ребят, таких людей я не видела, честно. Хотя у меня круг знакомых достаточно большой. Чтобы заработать эти 50 тысяч, люди пашут, как кони, они терпят такие унижения на работе. Мам, не горюй. Чем выше зарплата, тем больше ты должен прогибаться перед начальником. Кому терять нечего, там 10-15 тысяч, они, да, за такую зарплату я найду в любой день. Согласны со мной? Ребят, кто понял? У нас с вами дом перевернутый, да, у нас наоборот, вначале тяжело, а потом легко. Потом легко, потом все вас поддерживают, все вас любят, все вас благодарят. Да, это абсолютная правда, но если вы вот этот вот интервальчик не пройдете сами, да, тяжело, может быть, и руки падают, и все хочется бросить. Это нормально, потому что вы не привыкли работать на себя. Вы привыкли, у вас схема заложена с детства, с рождения, вы пропитаны на генном уровне, вам передалось это от пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра бабушек, дедушек, и от мамы с папой, то, что нужно ходить на работу и зарабатывать зарплату. А это все фигня. Есть такая установка, ребят? Этот бизнес людям непонятен, кто в нем не разобрался, кто не вник. Они говорят, да это же пирамида. А что для них пирамида? Это то, что тебя кинут, тут риски, вложения, да, и это все быстро лопнет. Извините, есть пирамиды, их очень много. Этих лохотронов каждый день прибавляется пачками. Ну, а Reflame – это сетевой маркетинг, это возможность построения бизнеса по партнерской программе. MLM – мульти-левел маркетинг, или многоуровневая система продвижения товара. Так как хотите это, да, назовите, но и факт, остается фактом, то, что у вас есть возможность построить бизнес по партнерской программе с одной из известнейших компаний во всем мире. Хотите – доверьте, хотите – нет, но это так. Это я пропускаю. Сегодня об этом говорить мы не будем. Я вам хочу пожелать отличной недели. Она у нас завершающая в этом каталоге. И я вам хочу пожелать такую вещь. Да, напоследок. Что важно, на чем сделать акцент у тех, у кого есть команда. Первое, вы должны проверить, у все ли забрали подарки по акции «Выгода в кубе». Все ли новички прошли активацию, ребята, 108 регистраций, да, или 107, и всего 28 рекрутов. Где остальные 80? Где они у нас? Почему они не активировались? Далее, вы проверяете, все ли прошли шаги. Потому что есть люди, которые проходят первые, им чуть-чуть осталось, второй, третий, четвертый шаг. Вы проверяете выполнение ПК, да, чтобы люди получали скидку. Те, у кого уже есть команда, для них это принципиально. Если люди делали ПК, то есть сделали 150 баллов в прошлом каталоге, а в этом еще нет. Вы должны поддержать человека, помочь ему, выяснить, что, почему, что-то пошло не так, почему в том каталоге у него 150 баллов получилось легко, а в этом нет. Да, то есть вы его поддерживаете фишками, чтобы он прошел этот уровень, чтобы у него было уже два подряд, и он получает у нас скидку 50% на самый дорогой продукт, и опять же он получает денежки и так далее. И переход на новый уровень. Если вы его планировали, то надо делать. Надо делать. Ребят, за 6 дней, которые у нас остались, возможно, все. Если правильно распределить свои силы, энергию и действия. Потому что есть действия, которые приносят результат, а есть действия, которые не приносят результат. На чем вы будете концентрироваться? Например, вы сидите в одноклассниках, играете в игру модератора, играете день, два, три, неделю, месяц, два месяца, ни одной регистрации. А играть прикольно же, это же легкие действия, да, не тупые абсолютно. Сидишь там, пятерочки ставишь, или банишь, пятерку или банишь. Абсолютно легкие действия, но результата никакого не дают. Смысл продолжать этим заниматься. Или вы делаете три звонка своим знакомым, они у вас отзываются, переходят на менеджера, менеджер разговаривает, а у вас регистрация. По времени это меньше, результат, соответственно, да, сами поняли какой. Поэтому на чем вы будете концентрироваться? На чем вы будете концентрироваться? На том, что приносит результат, или на том, что просто занимает ваше время? На действиях, которые приносят результат. Правильно, Ирин? Совершенно с вами согласна. Сегодня у нас 18 часов по Москве, ключевая планерка. Туда приходят люди только те, кто в ключевой команде. И в 20 часов нас приглашает липецкая команда на семинар, чего хотят женщины. Спикеры хотят рядом тайминэ. Поэтому ждем. Время всегда указываем московское. Ребят, не ошибайтесь. Потому что у всех у нас разный часовой пояс. У нас с Москвой плюс один, у кого-то плюс пять. Поэтому время всегда московское. Кто работает, предупредите, пожалуйста. Я вам дам запись. Ну так что, ставьте план на день. Подведем итоги. Какие вопросы у вас есть? Что стало понятно? Может быть, кого-то что-то торкнуло, кого не торкнуло ничего. У меня сегодня такая планерка. Может быть, немножко рисковатое, да, кому-то покажется. На самом деле все из потока любви и желания самого наилучшего для команды, для каждого лично для вас. Мне очень понравилось выражение, которое сказала Катя Насырова. Сейчас ролик ставила в начале. Для меня это выражение ключевое в ее выступлении. Лучше пусть мои знакомые скажут мне нет, чем кому-то да. Вот это, ребят, самое крутое. Лучше пусть мои знакомые скажут мне нет, чем кому-то да. Ребят, как вы это понимаете? Я, например, понимаю это четко и конкретно. Вы говорите своему знакомому о бизнесе, он вам говорит нет. Но он знает, что вы в этом бизнесе. Если его кто-то будет приглашать, его мнение поменяется или поменяются жизненные условия, ситуации, к кому он пойдет, ребят? В вам. Он к вам пойдет. Конечно, поэтому не бойтесь отказов. Да, человек может быть сейчас скажет вам нет. Почему такая статистика? Из 10 знакомых 5 регистрируются сразу. Опа, а где остальные 5? Ребят, все нормально. Остальные 5 подтянутся попозже. Кто-то придет на ваш результат. Кто-то придет, у него изменится ситуация. Да, он в декрет уйдет и скажет, опа, там, Маш, все, я в декрет ушла. Давай, теперь вот мне твой бизнес сейчас вот теперь актуален. Рассказывай. Да, все зависит только от ситуации у человека. Готов он или не готов. Ребят, всем спасибо за внимание. Я вам желаю мощной недели завершающей. Я вам желаю даже не просто хороших итогов. Я вам желаю трансформации вашей личности, изменения вашего мышления, потому что если поменяется ваше мышление, отношение к бизнесу, к себе, если вы перестанете себя щадить, жалеть, это нытье, уберете все, вообще выкинете из своей жизни и просто начнете нормально пахать на себя, для своего будущего и будущего своей семьи, все изменится. И я вам желаю мощной трансформации. До встречи в чатах. Всем пока-пока.